В пожарно-спасательной части Ненинского округа проходят учебно-методические сборы по подготовке инструкторов для учений на огневом тренажере. На первом занятии побывала и наша съемочная группа. Учебно-методические сборы окружных пожарных рассчитаны на неделю. Занятия начинаются с теоретической части, где непосредственно разбирается методика тушения огня и ликвидация дыма. Там температура до 800 градусов у нас в тренажере, и поэтому безопасность выходит на первый план. А занятия сами по себе в огневом тренажере и регулярное проведение занятий с личным составом пожарной охраны даст нам что? То есть мы сможем подавать стволы внутрь горящих зданий, продвигаться ближе к очагу и тем самым проводить спасательные работы. То есть мы можем вести речь о том, что это прямое повышение эффективности действий пожарных спасательных подразделений здесь у нас на Реймаре. Для обмена опытом в Ненецкий округ прибыл заместитель начальника службы пожаротушения по Ямало-Ненецкому округу Дмитрий Егоров. А именно здесь моя задача как получить знания, как получить что-то новое в ходе проведения данных занятий так и поделиться какими-то своими знаниями, какими-то своими наработками. Потому что в нашем гарнизоне присутствует тоже такой же тренажер. Мы построили такой же тренажер по итогам работы данного тренажера. И также ведем практическую деятельность по подготовке и отработке занятий в данном тренажере. Практическая часть занятий начинается с закладки горючего материала в огневой тренажер. Затем моделирование огневой вспышки и удаление дыма с помощью струи. Длительность одного занятия от 40 минут до часа. Условия максимально приближены к реальным. Поведение огня у нас никогда нетипично. То есть всегда может произойти что-то, что выходит за рамки нашего понимания. Поэтому каждый раз мы обсуждаем это, каждый раз выводим критерии и идем в положительном направлении в данный момент. По завершению всех занятий будет проводиться разбор действий всех участников, а также проведение инструктажа по действиям в подобных ситуациях в реальной жизни.